Ребята, всем привет! Это канал JoyWire, с вами снова Джо, мы снова в Dark Souls. Что ж, не будем изменять традициям, как говорится, там где заканчивается один забег, в принципе может начаться новый. Создадим нового персонажа и ворвемся в бой. А что насчет класса? Давайте начнем с бандита. Большая выносливость, большая сила. Или... Или... У меня есть страдка. У меня есть страдка, куда мы будем лезть в этот раз. Да, давайте начнем с бандита, почему нет? Возьмем снова отмычку. Очень худое тело. Замечательно, краса, бьюти. Косички обязательно. Обязательно. Для этого билда обязательны косички. И... Погнали. Смотреть ка цену не будем, мы уже насмотрелись в прошлый раз. О, чёрт. Снова темные души. Ну, теперь все будет по-другому. Или... Или нет. Или все будет так же. Посмотрим. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Какая у нас тактика на этот забег? Я постараюсь всё-таки совершить ловкостный билд. Пройти с ним игру. Но теперь мы всё-таки отправимся за косой. Я не знаю, зачем я зажёг этот костёр. Обычно он мне не очень-то и нужен. Так что, мы отправимся за косой. Воспользуемся одной интересной страткой по убийству одного из боссов. Потом будет очень-очень страшный момент. Там прям... Прям вот реально страшно. Я представляю и прям... Ох, кошмар. Кошмар. Квадрату здесь секира. Кстати, достаточно сильно оружие секиры. Мы как-то проходили игру. Но теперь у нас... Ау. Меткая сволочь. Прям в нерв попал. Локоточный. Спасибо. Так, сразу зарядимся. Секирой. Щитом. И погнали. Ну, можно было не мешать, как бы. Ну, допустим, ладно. Так, пробегаем. Идём через кладбище. Чёрт, звучит страшно на самом деле. Там действительно страшно. Я буду честен. Это... Очень страшная локация. Первая часть... Ну, не скажу, что страшно. Но там есть свои моменты. Непростые. Там есть свои моменты. Ох уж эти неработающие кувырки. Я не буду рисковать. Я думаю, не стоит вообще нам рисковать. Да ладно. Ну, чё ты не дал-то анимацию доделать? Паразит толстенький. Готов, демон. А, ещё по пути необходимо собирать вообще все души, которые... Ну, которые я вспомню, как минимум. А это... Это сложно. Это сложно. Я... Начал забывать. Что-то искры какие-то показались бешеные. По-моему, вот здесь... Еп, душа. Пригодятся вообще все. Вообще все. Там немного... Много надо будет в ловкость. Это... Серьёзно, серьёзно. Ну, здравствуйте. Храм огня. Давно не виделись. Я думаю, пока нет смысла... Опустошение предотвращать, так сказать. Ну, что там действительно стрёмная часть. И... Наверное, пока не стоит. Там можно по пути сдохнуть. Придётся бежать ещё разок. Возьмём сразу в руки бомбы. И человечность там на месте уже активируем. Там в любом случае для этой страдки нужно будет живым быть. Как бы это ни звучало, как тавтология. Теми-ми. Теми-ми. Здесь, кстати... Не здесь, Роза? А, снаружи, вот тут. Подачи. Подачи. Что за пранк? Здесь же душа лежала. Ну, ладно. Там не настолько... Точно нужны души. Ну, типа, определённое количество. Для начала там нужно 20 тысяч. Но их мы получим после убийства босса. Ещё одна душа. Не на этих ребятишек. Там оружие лежит от свайхендеров. Но он нам не нужен. Там есть ещё одна душа, но... Сейчас опасно. В любом случае мы вернёмся сюда, и можно будет ещё их нафармить после. Пока цель пробежать. Убить... Некроманта. А... И посидеть у костра. Оп. Оп. Неудачно. Воу! Ещё один! Сколько вас будет? А-а-а. По-моему, их всего трое здесь. Нет, их не трое! Их не трое! Да ладно! Ну, главное, некромант в этом месте убит. Ёпц. Как я сагрил так много. Они обычно по двое приходят. Хорошо, что я не потратил человечность. Урок усвоен. Теперь вернёмся сюда. Некроман мёртв. Нужно добежать, присесть у костра. Ну, кстати! Не-не, лучше у костра сесть, потому что там дважды надо будет вернуться. О-о-о! Ну, я, кстати, вспомнил. Я, кстати, вспомнил. Не так быстро. Не так быстро. Чтобы не потерять... Души. Необходимо взять косточки возвращения. Они здесь валяются на нижнем этаже. Здесь душа. А здесь косточки. Вот это? Вот это я хорошо вспомнил. А здесь, по-моему, этот. То ли осколки для вторжения. А, талисман Ллойда там лежит в сундуке. Точно. Бросай его в противника, ты... Запрещаешь ему хилиться. В PvP крутая штука. Ну, как бы, условно. Условно крутая. Есть какое-то негласное правило, я не знаю, откуда оно родилось. О том, что в Dark Souls и в PvP нельзя хилиться. Потому что это якобы зашкварно. Хзы, хзы. Благо, некромант здесь единожды появляется. И после смерти скелеты тоже умирают. Так они, типа, бессмертные? Он их там бресает постоянно. Теперь все по-другому. Обращаем опустошение. В этой части необходимо быть живым. И это еще не самое сложное. Это еще, так сказать, изи. И скажу честно, я первый раз использую именно этот путь. Насмотрелся всяких ОП-шных билдов. И понеслось, короче. Ну, как это обычно бывает, ну. Так. Теперь ролим ссюды. Есть. Сейчас вот эту головешку согрим. О, это интересно. Тут необходимо дропнуться вниз. Берем душу. Призываем паладина Лероя. Он нам поможет в следующей части. В следующем этапчике, так сказать. Хилимся. И здесь нужно спуститься вниз. На нижнюю платформу. Здесь еще одна с лутом есть. Но она такая более... Более узкая, что ли. Прям потихонечку. Помаленечку. Йоп. Палится. Прикольно. Теперь ждем, пока Лерой спрыгнет вниз. И начнет огреть на себя скелетов. Вроде он уже это неплохо делает. И, по-моему, даже справился с кучей из них. Он, по-моему, вообще их всех перебил. Крутая дядька. Сейчас он нам будет помогать. Сейчас он нам будет помогать. Будет самым главным. Все, что требуется от нас, это убивать двойников пинхеда. Ждем сейчас. Пусть он тоже тэпнется. О, привет, родной. Алды на месте. На месте. Погнали. Нам необходимо убивать только двойников. Самим боссом он справится без нас. Если я бы еще попадал, было бы просто замечательно. Да ладно, ты серьезно? А, есть, есть. Я думал, вдруг, вдруг какой-то... А, это живое, это настоящее. И он там просто в два шота босса убивает. Все, пинхед готов. Спасибо, Лерой. Обряд выжигания получил. Я даже ачивку получил. А, это же ремастер. Маска от Сав, подарок. Панка вернулся с МКС. В этой локации больше нечего делать. У нас 18 тысяч душ. Можем использовать косточку возвращения. И сейчас будет самая страшная часть, пожалуй. Безусловно, страшная. Огромное количество противников впереди. Узкие коридорчики. Возможность свалиться с любой просто... С любой платформы. И, естественно, я не очень-то дорогу помню. Но, допустим, сюда. И сюда. Здесь придерживаемся левой стороны. Как бы это контринтуитивно не звучало, идти по краю. Но здесь статуи. Статуи вдоль стены. А, это ловушки. Так, сейчас бы не погибнуть здесь. Неловко. Попробуем вернуться. Я дернул ключ. Было бы здорово, конечно, не возвращаться. Блин, надо было прорашивать мимо них. Здесь человечность уже ни к чему. Можно было прорашивать мимо них и хотя бы умереть поближе к мосту. Ладно. Но это, пожалуй, самая страшная часть. Для меня еще немного непонятно, как все-таки работает щит в этой игре. Потому что явно не всегда он срабатывает в ту сторону, куда ты смотришь. В этот раз даже не получили по горбу фаерболан. Но получили стрелой. Так, теперь нужно забрать души. Вернуться и пробежать по мосту. Да что ты, зараза-то такая быстрая. Ну или я такой медленный, наверное. Их нет смысла убивать здесь, потому что... Там некромант все-таки тусит в коридоре и... Даже не в коридоре, он по мосту гуляет. Вот она комнатка, которая нам нужна. Дурашка, шо ты сюда пришел? Неловко, потому что... Ладно. Допустим. Мы не будем с ним связываться. Здесь необходимо убить некроманта. Вот она, наша большая коса. Некромант убит. Теперь остались его скелеты и еще один скелет наверху. Почему я не могу бэкстэбнуть? Неужели он слишком крутой для меня? Так, перевернем. Ну, точнее, используем рычаг. Это пригодится впереди. Ну, в будущем прохождении. На данный момент это вроде не особо необходимо. Так. Есть одна. Есть вторая. Осколок зеленого титанита. И... Мы на месте. Необходимо купить у него... Так, необходимо убедиться, что скелеты сейчас не упадут сюда. Также это, пожалуй, самое страшное. Так, купить у него 9 осколков титанита. И усилить большую косу. Блять, я так и знал, что эти суки придут сюда. Но теперь путь проще. А, не хватило чуть-чуть, если б я качнул до 5. Это бы просто все уже. Концовочка. Там можно было умирать, в принципе. Потому что я бы по нулям ушел в душу. Суки, какие же они приставычи. Я, кстати, удивлен, что они не погибли. Там же умер некромант, в принципе. По факту они должны были умереть. Йоот. Удивительно. Очень опасный путь. Ну, я, в общем-то, об этом и говорил сразу. Что тут все достаточно непросто. Специфично. Сложно. И завязано на... Запоминание дорожки. Ух ты. Ничего себе. А это что-то новенькое. Так, сюды. Сюды. Выхилимся на всякий случай. Сюды. И вниз. Фух. Теперь без скелетиков. Так, усилить косу еще. 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 И теперь главное. Большая коса огня. У меня еще 11 тысяч душ осталось. Ничего себе. Ну-ка. Сколько она там требует? 14 ловкости. У меня 9. А я могу двуручным ее использовать? Не. Надо чуть-чуть. Ну, этого же я сейчас смогу добиться. Все. Все. Коса улучшена. Это настолько крутое начало, насколько оно может быть. 14 ловкости. И все. И мы с крутой косой тусим. А что, у нее скейла нет из-за того, что она в огонь, да? То есть, можно, в принципе, и ссунуть чуть-чуть. О, ученость нет. Т-16, допустим. До 15. До 16. Здоровья. Чуть-чуть. Пусть будет чуть-чуть силы тоже. И протестим. А здесь враги... По-моему, они с сопротивлением к огню, да. Слушай, ну... Это уже как-то поинтереснее. Это уже как-то поинтереснее. Попробуем... Попробуем с этим билдом потусить. Давай продвинемся, хотя бы... Пробежимся по первой локации и посмотрим. Позвольте, как... Ох, я чуть не нарвался на эту... Бумбочку. Ох, вот это... Я был так напряжен все это начало. Серьезно. Прям... Мне было так тяжко. На душе. Я думал... Ёбаный рот. Хоть бы... Хоть бы получилось. Две смерти. Можете использовать эту стратку и начинать с косой. Можете притаскивать туда другое оружие и... Обязательно... На нижнем этаже... Ну, условно нижний, какой он там... Перед тем, как спуститься к кузнецу. Вот эта вот платформа с дырой. В кирпичной кладке. Обязательно возьмите зеленый титанит. Он как раз необходим для того, чтобы оружие сделать... Огненным. Сто процентов. Это прям... Самое важное. Самое упишное. Что, потестим? Эти враги... Слабы. Триста семнадцать всего-то. Охренеть. 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 Даже бронированные скелеты. Одна тычка. В теории... Туда можно притащить и катану. И... Как бы... Ну, чуть длиннее получится раут. Придется пройти сперва сюда, притащить катану. Ну, точнее, отнять катану у торговца. Притащить ее туда и... Ну, понимаете. Путь остается тот же самый. Просто... Меняется оружие, которое вы притаскиваете туда. Главное, не допускайте мои ошибки. Убивайте некроманта. После этого убивайте скелетов. Или если они упали вниз, то убивайте сперва их. А потом уже идите... Торгуйте. Прокачивайтесь. Улучшайтесь их убеждать. А я пока продолжу двигаться дальше. Тут сейчас ничего особенного не должно быть на пути, но... Гаддем. Они даже сквозь щит погибают с одной тычки. Просто с одной плюшки. Ты посмотри. Оп! 80. ББ. ГГ. Охренеть. Охренеть. С какой скоростью сейчас отстегнется демон. И у меня, кстати, куча душ еще сейчас будет к следующему костру. Так что мы прям... Так что мы прям сейчас... Ах, суки. О, спасибо. Сходим к торговцу. У него можно будет сейчас взять ключ. Ой, бесячая сволочь. Что ты там делаешь? Иди. Иди. Больше нечем заняться, кроме как бесить меня. У костра пока не будем сидеть. Я понимаю, это, опять же, контринтуитивно. Круто. Выносливость надо в любом случае. Слишком требовательные атаки у косы. И, опять же, повторю. Это ОП только для начала. Потому что впереди у врагов будет резист к огню. Например, квилик уже не будет так просто тыкать. Скорее всего, будет наносить только чистый физический дамаг. Сколько там? 170 на плюс 5. Ну, в смысле, в нынешнем состоянии. Это плюс 50 коса, по сути. Так, возьмем у него ключ от жилища. И, в принципе, еще. Можно, кстати, у него купить, например, рапиру. И сделать прикольный билд на рапире. Копье можно взять. Тоже достаточно интересно будет. Ну, и опять же, катана, конечно. Про катану не забывайте. О, черт-кадем. Я прям расплываюсь в улыбке. Не могу перестать. Не могу нарадоваться. Мне интересно, какой сейчас урон будет на демоне. На Тавресе. Ты просто, посмотри, влетает, как псих бешеный. Рубит, режет. На куски. Просто посмотри. Ты посмотри на эту лють. Ну, скажу честно, катана же тоже была хорошая. Но уже когда была вкачана. На этих этапах я, по-моему, не шотал их. Золотую смолу, по-моему, нет смысла брать, потому что накладывается только одной стихией баф. Обузить эту штуку, к сожалению, можно только в третьей части Дарксвеллз. Как в спидранах там ребята накладывают. О, круто я спиной защитился от стрелы. Вот это называется скилл. О, подива. Я хочу попробовать дебэкстэп сделать. Зараза. Ну-ка. Ну, 380. Ну... Ну, 380. Ну, такое. Да как бы слабенько, да так? Черт! Он меня услышал. Ну, 281. Ну... Ну так, ну, 122. Ну, так у всего-то... Копьё. Охеренно. Не помню, кольцо с синим камнем... Хоть сколько-то полезно. Усиливает защиту, когда мало здоровья. Я боюсь, что защита это не то, что нас будет спасать в этой игре. Нас будет спасать... Даже не количество здоровья в целом. Главная наша цель... Наносить как можно больше урона. И побеждать быстрее. И не давать противнику шанса. Тут есть интересный товарищ. О, кстати, не. Не, я сейчас не готов. Сейчас лучше сходим босса. За кольцом Хавеля можно будет в следующей части сгонять. Так, по-моему, на самом верхнем этаже. Вот здесь. Ах, ты зараза. Ты чё гонишь? Дель, ты чё? Кошмар. Я по ней попасть не могу. О, я по ней попал. О, это было красиво. И ещё мне нужно вспомнить... Мерсающий ли титанит нужен для прокачки... Стихийного оружия? По-моему, да. То есть у меня уже есть... На прокачку. Как только доберёмся до Андрея, уже можно будет... Ещё чуть-чуть получше его сделать. Так, ну чё, протестим Тауруса. Как он будет себя вести. Если чё, у меня есть ещё пар огненных бомб. Для ускорения процесса. Ну, 154. В принципе. Р-2, 224. Но это ещё стоит учитывать, что это с одной руки. С двух рук это почти три сотки. И как бы и всё. Никаких проблем. Изи вин, изи лайф. О, чёрт. Что ж мы так сразу не начали в прошлом прохождении? Но я опять же повторюсь. Дойдя до квилек, уже всё будет не так весело. Уже всё будет не так весело. У меня, кстати, есть ключ отсюда. А, нет. Подожди, я ключ от жилища. Это разве не отсюда? Не-не-не-не. Здесь ключ берётся, когда через мост пробегаешь. С Солером мы, конечно же, подружимся. Подожди, я случайно ответил нет, браток. Не, я... Всё, мы лучшие друзья теперь. Да? Всё, мы теперь лучшие друзья. Солер, бро, вообще. Сейчас здесь сразу... Сбежим. Откроем шорткат. Он пригод... Ну, условно пригодится. Я подозреваю, что не пригодится. Но лучше пусть будет, чем не будет. О, чёрт. Как же... Как же здорово. А следующим шагом можно попробовать добыть алебарду. Ща. Страта, подожди. Можно и снизу пройти. А, чёрт. Я думал, что он хочет сесть. Там, если в каком-то определённом месте стоишь, он как бы бесится и... Спускается на мост. Но это не похоже на его бешение. Он там без... Безогненного рта просто приземляется на мост. Ну. В тот момент, когда он начинает лететь на мост, можно мимо него пробежать. Ну. Давай просто постоим, подождём чуть-чуть. Может быть, ему нужно немножко времени. Давай. Я слышу, как ты рычишь. Я слышу, как ты... Хочешь сюда прилететь. И открываем здесь короткий путь. И нормально. Кстати, дракона тоже одна из страток. И из лука его настрелять. Его хвост. И... Получить его меч. Который тоже достаточно ОП-шный. Как достаточно? Он... Крутой. А атака там вообще просто безумная какая-то... Мощная, рейнджовая. Во. Вот этот. Ключ от подвала, который там применяется. Да. То, что надо было. Прибежим к Андре. Присядем там у костра. Выдохнем. Потому что это был... Был такой пробег... С половиной, сказать честно. Мощно, серьезно, брутально. Успешно, самое главное. Ох, черт. Сейчас посмотрим, может ли он улучшить. С помощью мерцающего титанита. Нашу косу огненную. И нам надо будет... Как можно скорее, конечно же, 20 душ набить. 20 кусков я имел в виду. Ну-ка. Привет, Андре. А, я могу, кстати, слить душу. Ну-ка. Может, осколок зеленого титанита нужен. Он продает только обычный. Символ Артуриса 20 к... Цестус, кстати, тоже прикольно. О, смотри, перепутал. Клевец. Клевец, хорошее оружие. Очень быстро и очень прикольно. Ну что? Убьем демона. Возьмем еще душ. Используем... Собранные души. Купим ключ. Убьем горгулик. Я... Делал кувырок. Скажу честно. Он решил не засчитаться, потому что, ну... Это же Дарк Сволс. Во, этому... Этому, дядьке, уже не больно. А мне вот больно. Хм. У него уже... Он же каменный. Безусловно. О чем я думал? Огнем каменного чувака таковать. Идиот. Надо забрать души. Сунуть еще выносливость чуть-чуть. Да. Наверное, вот эти 6К, которые там накопились. А я суну... 6667. Охренеть, какое число. Зеленые осколки Титанита. А я даже знаю, где они достаются. И это место еще до Аннарландо находится. На уровень... До 20... До 19. Я думаю, этого достаточно, чтобы было прям комфортно ролить и пару раз атаковать. Еще протестим в следующей локации и... Наверное, сегодня нагнем еще горгулик и... Для меня это прям гет-гет будет для начала нового прохождения. Щит. Давайте раскидаем всех подряд. О, слушай, он через щит убился. Удивительно. Вот этого дядьку хочу убить. Этого дядьку хочу убить. Ты посмотри же, рейнджа еще какая, помимо всего прочего. Охренеть. И все. Три удара. Плюс один к флягам эстуса. Не успел выйти. Ну и я-майю. Поехали кататься. Офигенно. Ну сходим на горгулик. Это тоже нужно сделать в любом случае. Че, мы поехали? Спасибо. У меня нет щита получше, кстати. А, не единственный. Большая коса. 130, 130 огнем. Ох, красота. Прям, прям доволен. Дядь, ну... Извини. Такова твоя судьба. Так, давайте сразу соберем кучу... Кучу мелких. Ого. Я не ожидал, что и главарь подойдет. На тусу. Он же тоже набафан и больно бьет. Так, все. Кенты погибли? Не, еще один там остался. И все. Ну так даже как-то... Не, не буду говорить, что неинтересно. Это очень интересно. Это очень приятно, когда... Ты не страдаешь от недостатка урона. Так, еще душа. Выпустим челика ради кольца. Просто ты посмотри. Ты пос... Это с одной руки. Я, кстати, не знаю, будет ли сила влиять. А у меня ключа от камеры нет. А она, по-моему, от мучки открывается. Да, от мучки. Все. Он теперь тэпнется в город. Там мы его благополучно убьем. Полючим кольцо. А теперь горгульки. Кто-то явно злой бегает и хочет убить меня. Но не может найти дорогу ко мне. Ну и... Ладно. Можно было человечность возвратить и Солара с собой взять сюда на туса. Ну ладно. Займемся без него. Ну ладно ты, чё ты такой вредный. О, а я не знал, что вторая горгулька тоже огнем умеет дышать. Я думал, что только та, которая вторая, спаунится, типа, без хвоста. Эй, ну ты чё? Да не скидывай. Маляю. Да ладно, на горгульках ты чё, серьёзно? Надо было добивать первую. Надо было не отступать, на лоу хп её сразу добить. Ну, шо это делать? Не, Солара не будем брать. Тут сами разберёмся. Это наша битва. Тем более уже там всё расчищено наверху. Этот, по-моему, Шаман Кинг не спаунится второй раз. Чисто одноразовый. Рыцарь Здоровый здесь тоже не спаунится в коридоре. А максимум на дороге, на пути вот здесь. Может, чувачок спаунится, да. Но это не проблема, как мы видим. Эти кенты теперь не должны быть настолько агрессивными. Потому что не набафаны. Ну да. И, ну, нормально. В минус одну хилку добрались. А теперь горгульки сразу вдвоём будут начинать? Или вторая на пол хп подтягивается от первой? Я чуть не помню. В любом случае, надо первую быстро приканчивать. Одну из хотя бы быстро приканчивать. Минус. И осталось пол хпшное. Интересно, это игровая задумка? Что вторая, типа, покоцанная? Или... Какой-то баг. Ну, типа, недоработка, скипнули и не пофиксили. Даже чуть-чуть душ. Даже 10к душ. Сейчас вернёмся к Андре, купим ключик. И на этом, я думаю, можно сворачивать наше путешествие. Кайф. Вот это... Вот это, я считаю, было достойно. Сейчас поговорим с чувачком. Можно у него прикупить ещё косточек возвращения. Хотя, 6 штук, я думаю, в принципе, достаточно до момента Сан-Ирландо. Ну, просто поговорим ради того, чтобы получить этот крутой жест. Тип-Ос. И у него косточка возвращения, кармическая справедливость, талисман, жертвенное кольцо. Ну... Это всё прикольно. Ну, можно взять пару штук ещё, чтобы было. Спасибо, старичок. Тэпаемся, используем души, покупаем ключик. Так, и... Довольны и расходимся. Гаддэм. Так, чего у меня там? У меня огромное количество должно было души скопиться, как минимум. Вот, 5 штук этих. Конечно, все. Они, по-моему, по 200 за штуку. Бе. Ой, я надеюсь, сейчас высосится, на самом деле, на... Вот эти, по-моему, по 2 или по 4-ка. По 1000. Ё-моё, мне не хватит ещё. Надо будет сейчас пытаться демона убить. Да, мне ещё не хватит. Ты посмотри. Ё-моё. Как хорошо, что здесь демон тусит. Ну, в смысле, не очень хорошо. Очень опасно. Постараемся потихоньку его заморочить. Ой, хорошо, что он второй раз не ударил. Было бы неловко. Урон, конечно, незначительный по нему. Ну, что поделать? Резист от огненного демеджа. Вот так он и выглядит. И так впереди он будет. Но не со всеми, к счастью. К счастью, не со всеми. Ещё чуть-чуть. Может, по-моему, как минимум пару тысяч, да, дается? Я не помню. Мы его убивали вообще недавно. Может, пару недель назад. И я уже забыл. О, ну-ка. 2000. И демонический титанит. Ещё 2000 надо. Ну, 1200. А здесь, по-моему, эти лесные чувачки. Травяные чувачки. Кстати, у них хреновый резист от огня. Если он вообще присутствует, в принципе. Дабл-шот левой кнопкой. А, с них по сотке падает. Ещё 1000 надо. Надо в этой части добить. Я считаю, что раз начали... Надо нормально делать. О, кстати, надо будет ещё за щитом сходить обязательно. А, ну, кстати, с правой кнопки с одной атаки умирает. За щитом... Надо будет сходить, да. И яйкс. Так, ещё немножко. Ещё чуть-чуть. А здесь, кстати, душа, по-моему. Вот это вроде душа. Большая душа. 800 как раз. Убьём сейчас здесь этих зеленушных чувачков. Пока они не агр валяются. Соберём. Там, по-моему, косточки возвращения халявные. И... И это будет то, что нужно. Вот здесь. Ещё бы по ним попасть. Сука такая. Это не очень работает. Но я же кашу его. Лады. Допустим, так. И ещё один. О, кстати. Заросли. Ме. Это облегчит нахождение в Блайттауне. А, там надо красную. Там надо красную. А, большая душа. Всё, гага. Оно того стоило. Внимание. Оно того однозначно стоило. Сейчас бомбим одну из душ. Покупаем ключ. Отдыхаем у костра. И в следующей части можно будет попробовать сифа потыкать. Огненная коса может ещё и неплохо против него зайти. Я бы хотел её улучшить. Но для этого надо там, как минимум, сходить убить квилик. Позвенеть во второй колокол. Прийти в Сэнс Фортресс. И там купить осколки зелёного детонита. Они, по-моему, там продаются у торговца. Который через сломанный мост, если перепрыгнуть, находится. Может их где-то зафармить можно, кстати. Может они в каких-то... Да, стопудово они в каких-то местах лежат, и где-то их можно фармить. Но я помню, что он их продаёт. Так, мимолётное воспоминание. Так, ну чё. Дропнем одну из душ. Все не будем сливать, что? А, косарь там был. Ну ладно. Привет, привет. Спасибо. Да, в смысле? Все мы умираем. Все нормально. Отлично. Что, ребят, прекрасный эпизод. Первая серия, начало вообще отличное. Спасибо большое за то, что ворвались на мое видео. Я рад, что так всё легко, ненавязчиво и быстро прошло. Я надеюсь, что в следующей части мы достигнем ещё какого-нибудь прогресса. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лойсы, пишите комменты. Это очень помогает в продвижении канала. С вами был Джонни для канала JoyWire специально. И специально для вас. Ещё раз большое спасибо. Всего вам хорошего. Пока.